Итак, всем привет, с вами Салат Машика, и сегодня у меня для вас новости на 4 число первого месяца 2019 года. Кое-что подошло новенькое, всё-таки раздрабы уже день второй находятся на работе, поэтому давайте собственно и приступим. И сначала мы начнём с титра, потому что РБК запустил интересный геймплейный видосик по поводу Никсы. Оказывается, что дополнительные переменные грядут, видимо какой-то уже рэро ворк, не могли сразу всё запихнуть. Но суть в том, что вольта Никсы будет постепенно расширяться по мере того, сколько урона она уже впитала. Красная зона, не обращайте внимания на видео, там она ни к чему. Но интересное изменение, напишите, что думаете по этому поводу, не знаю точно ли зарешает это дело что-то для Никсы или нет, но лучше чем ничего. Также РБК отметила, что будут ещё некоторые правки для Титании, поэтому для Титании, видимо, тоже дожидается ненький рэро ворк. Старый добрый в нас с Ринной возвращается. Но да ладно, посмотрим, когда это дело выйдет, может быть это дело вообще никогда не выйдет. Дальше у нас было анонсировано окончание периода до эмиграции аккаунта с ПК на Switch, а именно до 15 января, до 22.00 по МСК. Поэтому если вы аккаунты не эмигранули и собирались, и почему-то откладывали тот момент, то настало самое время. Если, например, вы не можете быстренько купить ко времени консольку, то создадите, я не знаю, хотя бы аккаунт на сайте эмиграните там. Но да ладно, кто предупреждён, тот вооружён. Дальше Пабло у нас сказал, что баги с маяками новыми подчинят следующим ход Викси ожидается. Это те самые маяки, которые можно поставить в открытые локации, пометить любимые ваши места и так далее. На данный момент можно обойти баг таким образом, чтобы его поставить и сразу ливнуть в город, чтобы маяк сохранился. Но баг состоит в том, что если вы поставили маяк и пошли что-то поделали, например, порабачили, то маяк может не сохраниться и удалиться, что несколько печально. Поэтому, если что, будьте в курсе дела. Также интересное было обсуждение где-то в комментариях у Стива по поводу ПВП, мол, одна из текущих проблем ПВП-системы в игре является в том, что ПВП полностью оторвано от основной игры, не помогая никак игроку с помощью ПВП фармить, соответственно, ПВЕ-режиме. Плюс много на фарминге в ПВЕ-режиме вещей нельзя использовать в ПВП. И Стив неожиданно согласился с этими всякими вещами, хотя тут можно было бы и поспорить, всё-таки скины неплохие, которые можно использовать в ПВП в ПВЕ, да и наборы реликвий можно там покупать. Ещё к тому же недавно были разговоры о том, чтобы аугменты, которые в ПВП, можно было бы использовать в ПВЕ в будущем. Но так или иначе, если Конклав переделывать и будут внезапно, то я думаю, что как-то этот аспект разработчики могут рассмотреть, чтобы всё было более-менее взаимозаменяемо, взаимополезно и так далее. Но я уже давно в Конклав не ходил и точно не собираюсь ходить туда в любое ближайшее время. Но да ладно. Ещё у нас прошёл этой ночкой Прайм Тайм-230. Первый в этом году, инфы там было мало, но был твич-дроп. 30 минут надо было смотреть, получали полный набор дисплеер. То есть все дисплеи по одной штучечке раздавали, набор, правда, давали только один, но довольно неплохо. Да и также озвучили свои планы на ближайшее время, а именно в том, что планов особо никаких нет. Надо хоть фиксы по выпускать, которые не планировали, поэтому будем ждать вот эти вещи. И также по поводу свеча сказали разработчики, что вроде как на следующей неделе нас ждут подробности о выходе фортуны на свече, и мисс оправим для свеча должна выйти где-то в январе. Я думаю, что когда на свече выйдет мисс оправим, тогда мы узнаем, когда на всех платформах мисс оправим доступ закончится. Немного я пошёлся по реддиту, интересные вещи там тоже оказались. Например, игроки обнаружили присутствие старых ящиков корпуса в игре вместе с новыми в перемешку. Оказывается, что полностью старые ящики не удалили, поэтому довольно занимательно, я это не встречал. Но не знаю, мне лично старые ящики побольше нравятся, но новые тоже довольно-таки неплохи. И также на реддите засветилось лицо уточки, поэтому спойлеры, я не знаю, красная тревога, все дела, вы были предупреждены. Поэтому вот так выглядит лицо уточки. Немножко спойлер, но оказывается, что лицо у него там, где надо, находится. Так что тут довольно-таки интригующе. Почему-то я так и предполагал, что лицо уточки будет на месте. Возможно, из-за капюшона, возможно, из-за чего-то другого. Не знаю, что ли там в груди такой брони. Костюм этот непонятный, где обычно у всех Солярисов лицо находится. Но неясно, почему уточка сама не показывает лицо, когда мы получаем максимально рак глаз и Солярис на данный момент. Но люди пришлось им помочь немножко с камерой и увидели, как, в принципе, показывали люди лицо Лотос еще во времена начала отступничества. Ну да, бог с ним, вот так вот выглядит. Вот это наша уточка, поэтому пишите, что вы думаете по этому поводу. Ну а за сим у меня для вас на сегодня все. Будем ждать дополнительной информации от ДГ и от всяких таких вещей. Поэтому всем всего, всем удачи и всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok